Предупреждение инфарктов и инсультов, а также лечение их последствий на абсолютно ином уровне. В областном кардиодиспансере у пациентов с повышенным холестерином теперь появилась возможность получить лечение самым современным дорогостоящим препаратом генной инженерии по полису ОМС. Главной причиной ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта является высокий уровень холестерина в крови. Холестерин – это вещество, которое относится к жирам, и повышенная концентрация липидов в крови приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые перекрывают просвет сосудов и нарушают их питание. На бляшках с легкостью образуются тромбы, которые и приводят к инфарктам и инсультам. Вторая такая негативная функция высокого уровня холестерина – это создание высокой вязкости крови. То есть, чем выше холестерин, тем кровь более вязкая, более густая. Соответственно, сердцу очень тяжело обеспечивать организм адекватно питанием за счет скорости кровотока. То есть, большая нагрузка идет на миокард. И в сочетании, когда холестерин высокий, значит, во-первых, бляшки образуются, это уже сужается просвет сосуда, и плюс еще вязкость крови высокая. Поэтому вот таких два серьезных фактора очень негативно влияют на всю сосудистую систему. Пациентам, которые перенесли инфаркт или инсульт, выписывают статины. Но, как говорят медики, цифры холестерина высокие, а возможности статины ограничены. И они не могут снизить холестерин до безопасного уровня. Это задача по силам новому препарату. Его эффективность на 30% выше, чем у самых лучших таблеток. У нас появились новые лекарственные препараты. Ингибиторы PC-9, так называется, группа. Такое название, наверное, мало что говорит нашим пациентам, но это наиболее эффективное лечение для самых тяжелых пациентов. Их не может быть очень много. Мы тщательно отбираем каждого такого пациента. Это дорогостоящие лечения. Но с этого года мы имеем возможность обеспечивать бесплатно наших пациентов, которые подлежат именно такому лечению. В первую очередь лечение получат те, кто имеют наследственную форму заболевания. Таким пациентам ежемесячно в кардиодиспансере будут делать инъекцию нового препарата, который не сможет исключить других лекарств и диеты, но значительно усилит их эффект. После применения этого препарата риск инфарктов и инсультов снижается в разы.